Всем привет дорогие друзья! С вами Александр и Залим. Здравствуйте! И мы с Залимом решили вам рассказать о двух колясочках именно в сравнительном таком обзоре. Это колясочки от компании Тутис. С моей стороны вы видите колясочку Тутис МИО, а у Залима Тутис МИО+. Вот. И по слову МИО вы наверняка уже поняли, что это практически одна и та же коляска, но версия ПЛЮС от обычной МИО достаточно сильно отличается. И мы хотим как раз таки вот эти отличия вам и показать. Но вкратце пройдемся по всем основным характеристикам. И вначале я вам назову основные технические характеристики, так как они у них абсолютно одинаковые. Тутис это Литваси, вдруг кто не знает. Производитель дает хорошую гарантию в один год. Вес с люлькой у этих колясок 11,2 кг, с сидением 11,9 кг. Наклон, кстати, в прогулочных блоках 120-170 кг, очень неплохой диапазон. Соответственно, так как мы видим люльки, это с рождения у нас до где-то 4 лет веса ребенка можно их эксплуатировать весом до 22 кг. Вот. Максимальная ширина колесной базы у этих колясочек 61 см. Люльки 75 на 35, достаточно глубокие. Вот. Так что вот в этих цифрах они абсолютно одинаковые. А теперь, как говорится, будем показывать, чем они отличаются. Первое, что вот про МИО хочется мне лично сказать, это исполнение тканей. Ткань здесь, здесь не ткань, здесь эко-кожа. И причем классная, приятная очень эко-кожа. Она, как показывает практика, достаточно износостойкая, не сильно подвержена техническим повреждениям. Поэтому за такой, скажем так, за эко-кожей чуть-чуть полегче обычно ухаживать, в том плане, что протереть. Еще что-то. Здесь с этим все проще. А в МИО Плюс? В МИО Плюс компания Тутис умудрилась использовать шикарнейшие ткани. Очень приятные и тактильно. Практичность на самом высоком уровне за счет хороших влагостойких пропиток, которые используются в данной модели. Ну и ткань, естественно, абсолютно непродуваемая. И тоже легкое обслуживание, обивка. В принципе, ну, здесь именно все расцветки, расцветок много. Влаго, выполнение будет именно из текстиля. Тканевые исполнения. Так, по материалам разобрались. Теперь пойдем именно по точечно, по отличиям. Первое отличие, что мы сразу хотим подметить. Чуть разверну, чтобы козырек вот так попадал. У них отличие в козырьках. Вроде бы козырек и козырек, все нормально. Но у версии Mio есть достаточно сильное отличие от Mio Plus. От обычной Mio. Покажи, Залим. Да, помимо высокого бортика, который держится на магнитике, есть вот такой свес, который можно убрать. И помимо того, что можно убрать, можно еще вывернуть. И за счет чего практически до конца закрыть ребенка от непогоды или от ветров. Да, вот как Залим сказал, здесь бортик. Здесь мы видим, что расстояние фиксируемое. И оно вот какое есть, такое есть. А там с помощью бортика мы можем уменьшить это расстояние. Спрятаться больше ребенка от непогоды. Потом еще сразу следующее отличие. Это в накидке, которая используется на люльке. У них функционал одинаковый. Только из практики пользования у них немножко отличается. На магнитиках что там, что там. Но в версии МИО используется крепление самой накидки с помощью кнопок по бокам. И доступ к ребенку реализован с помощью двух замочков, которые идут наполовину, грубо говоря, накидочки. Мы вот так откидываем, открываем и попадаем к ребеночку. Как по мне, прикольно. Как в версии Плюс, Диана? В МИО Плюс полностью по периметру держит накидочку молния. Соответственно, эту молнию можно как с одной, так и с другой стороны откинуть. Для того, чтобы удобно откинуть текстиль. Для удобства посадки, высадки ребенка в люльку. Да, по факту можно также по бокам открыть. Да, ну естественно, полностью снимается. Да. Да, при желании. Да, здесь нужно будет немножечко кнопочки снять. Ну, кому как, как говорится. Вот, а у них матрасики одинаковые или... Матрасики отличаются. Да, по-моему, еще было отличие в матрасиках. Вот версия МИО. Доставай тот. Давай посмотрим, чем они отличаются. У них отличается текстиль. Вот внутренняя обивка у них здесь в МИО выполнена такими вот пупырышечками, не знаю. А тут цельный материал, ну, с декоративными полосочками. Отмечу, что помимо того, что более плотная ткань снаружи, то есть бита, которую можно, кстати, снять для стирки, сам наполнитель, он более плотный в модификации МИО+. Да, он потолще и чуть-чуть плотнее. Здесь чуть тоньше и чуть мягче. Вот, ну, по большому счету, по матрасику, да, все. Ну, размеры одинаковые. Да, технически я вам говорил, что вначале они полностью пересекаются. Дальше еще есть одно отличие в люльках конструкции, которые сейчас Залим покажет, вот в этой части. Да, в данной коляске есть возможность открыть секцию для проветривания, как в крайней секции, так и, соответственно, практически до конца поднять. Очень большая секция для проветривания в козырьке. И помимо этого у нас можно, есть возможность открыть секцию в самом блоке. Так, с другой стороны. И у нас огромнейшая секция для проветривания. Помимо, соответственно, сеточек, которые мы можем освободить с этой стороны за счет, соответственно, определенных действий, у нас в комплекте антимоскитная сетка, за счет чего, соответственно, в теплый период можем ребенка со всех сторон закрыть. И много детей любят ездить, кататься в коляске на животике. Здесь спокойно положили, у него обзор, ему интересно. В общем, это вообще, я бы не сказал, бесполезная вещь. Реально прикольная вещь. И зимой она хорошо, очень плотно закрывается, без доступа ветра в эту секцию, поэтому за это не переживайте. Да, нахлёст. Все плотно и хорошо. Нахлёст очень большой, в закрытом положении, из-за чего вероятность того, что туда будет поддувать крайне минимальная. Ну, то есть, практически отсутствует. Так, по люлькам. Я еще вижу, что эта люлька у нас весит всего 2,6 килограмма. Это облегченная какая-то версия, да? Да, но общий вес коляски схож. Поэтому, скорее всего, одинаковый будет. Здесь просто не написали, а там отдельно выделили 2,6 килограмма. Поэтому было интересно. Так, по люлькам, по-моему, все. Расхождений больше нет. Да. Давай тогда поставим прогулочные блоки. Ну, из-за отличия еще то, что внутренняя обивка остальная выполнена по подобию матрасика. То есть, из такой плотной хлопковой ткани. То есть, внутренняя обивка полностью снимается в люльке. Снимается в люльке и у МИО. Но, соответственно, опять-таки, там материалы тоже чуть-чуть отличаются. Да. Как и матрасик в пупырчатый таким. А основание у нас, получается, ножек нет ни здесь, ни здесь. И в МИО плюс тоже внизу эко-кожа, как и просто в МИО. Да. Если вдруг придется ставить на пол, чтобы легче было очищено. Очищено. Да, но ставьте аккуратнее, потому что ножек нет. Вот этот момент, конечно, не очень хороший. Блоки, естественно, у обеих колясок реверсивные. Что по ходу, что против хода. Поэтому на этом внимание не заостряем. Так, покажи, пожалуйста, козырек. Вот всю его длину, все возможности. Давай сравним их. Да, в козыреке имеются две секции. Одна секция, соответственно, закрывает практически уже полностью ребенка. Ну, и вторая секция позволяет нам открыть секцию для вентиляции сеточкой. Ну, и, соответственно, ребенка мы просто полностью закрыли. Но отметил бы, что козырек уходит назад по мере того, как будем раскладывать колясочку. Ну, и накидка на ножки будет закрывать остальную часть. Да, вот в МИО уже установили. Накидки у них одинаковые, в отличие только в материалах. И вы видите, что он очень плотно закрывает. Внахлёст идет снизу в основании накидка. И ребенок, ну, полностью спрятан от непогоды. Вот даже вы видите, что он откинут. Хотя сейчас у меня секция москитная открыта для проветривания. Сейчас я закрою ее. И мы посмотрим, насколько ребенок хорошо закрыт. Вот максимальный козырек. Вот накидочка. Ну, да, естественно, есть у нас пространство для поступления воздуха. В остальном же прогулочные блоки здесь одинаковые. Что у нас с комплектацией? Абсолютно все схоже? Да, в комплект включены сумочка, накидка на ножки, антимоскитная сетка, дождевик. Соответственно, все эти аксессуары сейчас продемонстрируем. Вот, дождевичок. Антимоскитная сетка. Да, в общем, в принципе, по большому счету... Ну и сумочка, соответственно, в сумке в виде рюкзака будет. Да, они в сумке, насколько я помню, тоже идентичные. Да, абсолютно. И единственное, что вам, возможно, по желанию, по необходимости нужно будет докупить, это подстаканник. Можно взять просто универсальный хороший подстаканник, коих очень много на рынке, что и в первой коляске в магазине ассортимент огромный. Вот, поэтому вложения дополнительные после покупки особо сильно не потребуется. Так, по-моему, в основании у нас уже нет отличий, насколько я помню. Да, по-моему, все. В основании, да. Да. Ну, отличия во внутренности. Да, сейчас мы еще покажем во внутренности именно прогулочных блоков, потому что здесь разница есть в наполнении. Сейчас я разверну, изолеем развернет к вам прогулки, и вы увидите, чем именно они отличаются друг от друга. Все, дальше уже видно это все невооруженным взглядом, что есть подголовник, нет подголовника. Да. И, собственно, все. Ну, и материал здесь в цвет основной коляски, здесь внутренняя часть чуть-чуть отличает. Ну, за счет того, что снаружи эко-кожа, да, внутренняя обивка, текстиль, чтобы ребенка не касало эко-кожа. Хорошо, подметить очень мягкий матрасик. Все, вот это очень мягкое и очень комфортное прогулочные блоки. Далеко не везде такой толстый наполнитель, ну, прям с комфортом. В коляске все очень хорошо. Так, покажем, как складывается, в принципе, в заключении, и все. Давай ты тогда покажи. Ну, еще по поводу прогулочных блоков, отметил бы, что очень хорошее решение, это то, что здесь застежечки, они магнитные. Есть паховые фиксаторы. Это, опять-таки, идентичное решение в обоих модели. За счет магнитных фиксаторов мы очень легко можем фиксировать ребенка, и это будет довольно-таки быстро. Ну, давай сложим, давай покажем. Давай. Чтобы не спачкать. Да, сумку я уберу, конечно. Убирайте всегда сумку, потому что она от земли будет пачкаться. Да, у нас в этих моделях есть возможность складывать коляску вместе с прогулочным блоком. Для этого сначала мы убираем сам прогулочный блок. И затем, отгибая рычажочек, убирается ручка вперед, и поднимаем колясочку. Не, обычно я не складываю, потому что она складывается точно так же. И хочется подметить, что для такого большого внедорожного варианта коляски в сложенном виде, вместе с прогулочным блоком, это очень достаточно компактная конструкция. Если нужно еще компактнее, просто скинули колеса, они там снимаются одним движением, и получится достаточно плоская колясочка, вообще не напрягающая. Вот. Собственно, по большому счету, добавить есть у тебя что? Различия все подсказали вроде. В заключение просто сказал бы про эти коляски в общем. Преимущество этих моделей заключается в том, что коляска довольно-таки легкая, с очень хорошей характеристикой проходимости и плавности хода. При этом обладает огромным пространством для ребенка, как в люльке, так и в прогулочном блоке. Огромная прогулка, огромная люлька позволяет, соответственно, использовать любые конверты, и будете действительно пользоваться коляской очень долго. И комфортно будет, самое главное. Да, коляски очень хорошие. Да, ставить комфорт ребенка, эта колясочка вообще ни одна, ни другая никак не разочарует. Смотрите, в принципе, да, я согласен полностью с Залимом, колясочки отличные. Ссылки, напоминаю, внизу будут в описании. У колясок еще, кроме всего, что мы перечислили, отличается цена. Вот, но именно цену я бы рекомендовал посмотреть и сравнить именно по актуальной ссылке внизу в описании на магазин First Buggy. Там вы все увидите. Ну, а мы лишь хотим Залимом пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор, хорошей, качественной колясочки в магазине Первая коляска для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всего хорошего вам. Продолжение следует...